Физкульт привет, друзья и ученики. Сегодня у нас в гостях Стефан Диес, вы его все уже знаете. Он был 8 лет главным тренером Американ Топ Тим. И сегодня Стефан пригласил к нам в гости чемпиона UFC, недавно выиграл миллион долларов, Нейтан Шут. Нейтан сейчас является уже 2,5 года членом команды Американ Топ Тим. Но Стефан, я думаю, больше расскажет об этом человеке. Сколько лет, Нейтану? Здравствуйте, ребята, мы будем делать интервью и я буду помогать переводить все, потому что Нейтан сам из Бразилии, как я, и я буду спросить на португальском, ответить и я сразу скажу. Виктор, позднее. Здравствуйте. 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 И первая вопрос, сколько лет вы получаете? Я уже 27 лет. Нейтан, я могу вам 25 лет. 25 лет. 25 лет. Как вы начали 11 лет, и в августе, и в августе, и в августе. Как вы начали свою карьеру на луте? Какой спорте вы начали? На вернаде, я начинал в Муи Тай, с 14 лет. Далее, я умираю по 1 году в Южитис, и потом еще один год в Юдой. Так, это было практически на 3 первые годы в моем тренинге. Я делал лута каждый раз. У нас начинал в Муи Тай, после 1 года в Муи Тай. Пошел к джи-джитсу. Пошел к джи-джитсу. В Бразилии. В Бразилии к джи-джитсу. И потом снова? В жудо. И дзюдо. После этого пошел к дзюдо. Наверное, до 14 лет играл в футбол. И вы играли в футбол? Жигал в футбол. Он сказал, что питался, но он не хорошо. Как я? Он сказал, что он не бразилец. Без пульт привет, друзья и ученики. Я снова в гостях у Стефана в Kaiser University. Всем привет. Кто еще не знает, если вдруг есть такие люди, Стефан является профессором. Он сам спортсмен. Он также сотрудник лаборатории Виктора Николаевича Силуянова. Был учеником Виктора Николаевича. Работал совместно с Виктором Николаевичем. Также Стефан 8 лет подряд был одним из главных тренеров American Top Team. И является также консультантом сайта fit.samba.ru. Обращаю на это ваше особое внимание. Заходите на этот сайт. Найдете очень много полезной информации. А вообще, кто хочет больше знать, наберите в гугле «Стефан Диэс» и почитайте, чтобы вы понимали, какого уровня человек, какими знаниями обладает. Именно поэтому я стараюсь как можно больше этих знаний получить сам и поделиться с вами. Стефан, расскажи о боях. Какой недавно бой выиграл? Нетан, я знаю, он миллион долларов выиграл. И какие бои у него были? Вообще, рейтинг у бойцов уже есть. Ты больше в этом разбираешься. Конечно. Он просил мне объяснить как выиграли в турнире, как выиграли в турнире, как выиграли в турнире, какие луты, как выиграли в турнире, потом я не знал, что это был contratат. Они приехали за контракт, и это турнир было 5 лутов. Верно, в первую очередь, он не знал, если получить возможность быть в турнире, и потом, чтобы выиграть в Казахстане, потом дали ему возможность, чтобы выиграть пиаду. Пиаду Байов. Сначала, сначал, сначал дала контракт на пиаду Байов. Это был контракт для 5 лет. Да, в турнее, в себе, это было 5 лет. То есть ты должен был сделать 2 лет, чтобы выиграть в playoffs, а потом, когда вы играли в playoffs, выиграли еще 2 лет на вечер и тогда выиграли. Первый вы делали 1 лет, вы делали 2 лет, а потом, в этот момент, ты должен был сделать 2 лет, чтобы выиграть в playoffs, чтобы выиграть в playoffs. Тогда дали 5 боев, контракт. Сначала он должен выиграть 1 бой. Если ты выиграешь, получаешь несколько баллов. После этих баллов, надо еще бой, получить, выиграть, получить больше баллов, и есть возможность в playoffs. Так называется. Сколько он провел уже боев? А, всего? А, сколько лет ты уже делал в тотал? В тотал? Да. Если я не знаю, это было 16... 15 побед, и 13-18 лет. Всего в карьерах у него 18 боев, 15-18 лет. Это все бои на высшем уровне, да? В высшем уровне, да? В высшем уровне, профессионально. Все профессиональные бои. Как он думает, 14 лет это нормальный год, чтобы начать, или лучше раньше, все таки, прийти? О, что вы думаете? В 14 лет, это хорошо, это хорошо, это хорошо? Я думаю, что это хорошо, но для ММА, это немного немного. И это очень релативо. Algunы начали позже, а другие, и так, но для меня это хорошо. Такое, что я много интересовала, что мне понравилось, что мне понравились. Я уже хотел бороться на ММА. Я не знал, и я никогда не хотел бороться на Муаи Таи. Я уже поискал, и я пошел в Муаи Таи, и я уже хотел бороться на ММА, и я очень хорошо. Потому что я получил обойденный, в этот момент, я знаю, много в это время. И, как вы говорите, что, сколько спорт это начинается сейчас, а сколько спорт это сегодня? В микс файт ему повезло, потому что 14 лет он начинал заниматься, но его мнение уже было идти к микс файту, и поэтому он начал кикбокс, уже задумал о микс файту, через год уже джюджитсу, через год уже дзюдо, и поэтому получил хорошо, потому что он не хотел быть как самый лучший в кикбоксе. А в каком возрасте он бы советовал давать детей, родители задаются вопросом, можно ли там 8 лет начать заниматься байами, или это рано? И он задумал. не важно что в семье, но не так, что жалко хорошее, это было все было как бы. Я думаю, что это была идея. И вот на этой идее появилась она, какое это было? Ваши эспекты форты еще тогда так? Нет, я не знаю, я не знаю, я знаю, я знаю, я же делая футбол, но я думаю, что я думаю, что это всё должно было есть. Подожди, я учусь снова, я учусь, когда я только когда-а это еще потому, я учусь кокосов. Чтобы она начинает развивать, чтобы она не поддерживать, потому что она начинает тема. дисциплина. Он посоветовал, было бы нормально, он начал в soccer, как ты спросил, но не получил футбол, бразильский футбол. И для детей самое главное, я тоже могу сказать, начинать любой вид спорт, но именно низкоспециализации, специализировать в спорт уже какие-то 10-12 лет. Видишь, как он начал, в 14 лет занимался футболом сначала, а потом уже начал специализироваться, и сегодня чемпион, Пиафел, по 10 миллион долларов. Покажите пояс, расскажи тогда об этом бое. Острово Сентерова Ирина. Расскажи, Стефан, об этом бое, что за бой, что за пояс. Расскажи, как это был, как это был ивент. То есть, как это было истинно, это было очень хорошее турнир, и как все люди, которые вступают в турнире, они были в UFC. Он только что приедет в Бразилию, приедет в Америку, начинает выступать на самый высокий уровень против всех людей, которые были в UFC. Уже есть UFC. Они уже выступали в UFC и теперь пришли к PFL в новый турнир. А, PFL это не UFC. PFL это какой-то похожий уровень, но это профессиональный FIT League. Это как… Это что-то новая лига? Это как новая лига, как NBA, например, создали личную лигу. С этим деньги добавили много денег, чтобы получить все хорошие спортсмены и поставить в один тоже уровень. А я буду говорить, а вы сделали с лутов, с этим плюс? Да, я сделали с парт-лутов до конца. Уже были два. И в один день мы сделали с плей-оффами, когда мы сделали две луты на самой ночи. Итак, первый раунд. У выступал один раз. Выиграли на луте Убалов. По шоку. Второй бой. Какие часы между одной лутой и другой? А первая лута, до первой луты, до первой луты до первой луты, до второй луты, было в месяц и meio. Первый бой. И второй бой. Только сорок дней между ними. Выиграли и сразу же после сорок дней и второго бой. Aí, она получилась агентовной луты И但是第二度, причем выиграли агентовную луту. Поставим, первый бой, который был в出来llen полного поля-две, до второй луты. Выиграли над eyes. И одуштра, каMу дуже-душ休息. И выиграли двойну вот эти два лет и вот эти два. Нет. Значит мы которые, по principals и два лет. И после этого, когда мы были в два месяца, мы были готовы к победе. И победа была против Руссии? Да, против Руссии. На самом деле, мы тренили вместе. Мы не были знакомы, но мы были коллеги. Мы были отношения, тренили. Мы были с паренью, я очень любил. Мы всегда тренили вместе, делали даже позиции. И когда мы знали, что это было в этом турнее, мы не обращались, но мы не делали прямые. Но как мы были в этом турне, как у Аруба, он был в этом турнее, а мы тренилили вместе, но мы не знали, что мы могли идти к финалу, но Карон был в одном центре, и это было и удовольствовало, чтобы они были на финале. А теперь был какой-то смешной момент, потому что Рашид, который вступал против него на финале, тоже тренирует с американской топ-team. И у них были друзья, они тренировались на турне, тренировались вместе, сделали технику вместе, все полагировались вместе. Готовались вместе. Готовались вместе. И даджи его джиу-джитсу тренер, по-румпанахи-друга, тренируетсу и тони-другой. И мы не знали, что мы могли бы встретиться, но мы не могли бы встретиться раньше, в первые ручки. Тяжело бить, другая. И это трудно? Это трудно? Это трудно, потому что я уже тренировался много с ним, и я уже тренировался много с ним. и мы не знали, что они не знали. Каждый стиле, кто-то не знал, что один был хорошо, а другой не был так хорошо. Это трудно. Ты никогда вступаешь против парень, который тебе нравится, которые были друзьями, потому что они тренировались вместе с друг другом, и знают, что он делает. Я знаю, какие твои лучшие техники, и ты знаешь, какие мои лучшие техники. Поэтому это как шахматы. Очень, очень сложно. А на моральном уровне тяжело бить там брата, друга? Да, да. И витажно и психологическом, ты тоже. Тебе, это тоже. Ты тоже, ты тоже. Ты точно решил утром работать с твоей головой, потому что ты тренировался к чему-то, кто ты уже знаешь, и ты знаешь, он очень жесткий. Он очень очень... Он очень любит его Luke, он очень любит его. он очень любит его. Он был и в двух рейтах, и в одной и одной ручке, и в одной иной в конце, и в октябре, а именно в этой ручке, в последней ручке, который он выиграл на финале, это очень хороший боец, он самый высокий уровень, его все знают в России, люди будут там покомментировать, он только проиграл два раза в жизни, один давным-давно, и один в UFC на сплит-десижн, который очень-очень близкий бой, поэтому человек вообще без поражений, который вы Slatни и Vic, который выиграл на фразе, около других людей, он сказал, что человек с ним, что вы не думаете, что вы делаете? – Favorим. Вы с талис друзьями, после этого? – Депós vocês chegaram и поговорим... – А мы поговорим 조금, но мы conversим с тем, кто живет наocy, которые тоже住 tienen Дагестан, они тоже вместе, что там были мои друзьями, мы общаемся, мы говорили, мы говорим, что это была одна, но мы продолжаем тем, что мы продолжаем вместе. – Да. Он с Рашидом много не разговаривал после, но еще много спортсменов из Дагестана, они еще тренируются в Америку ТОПТИН, и они друзьями, поэтому он еще постарается тренироваться с ними, хорошие отношения, они очень хорошие парни, и постарается как продолжать. Что он думает про Конора Макрегора, про последний бой, про весь этот скандал, насколько это актуально в Америке? Помните, что он думает о Конор, о том, о сказке, о скандале, о бриде. Я считаю, что он делал очень хорошо, но этими последствиями действиями он играла в Америке, который выбрал все, это неизвестный бойoko, но они закончили как-бак, но в итоге он когда-то в этом фильме на бойце. Коннор, как можно сказать? Он человек, который умеет получить деньги. Он знаешь, как зарабатывает. Хайповать. Да, он сам рекламирует себя и получает деньги за это. Но он как сам не нравится, потому что для действительно настоящий хороший спортсмен это не очень прилично. Я там всю жизнь тоже миксфайт занимался. И это мы как именно в Бразилии, в Бразилии нас респейтами, мы тоже не такие интересные. И в Бразилии мы так не нравятся, такие рекламы, понимаете? Это не чисто от маршал-арта. В маршал-арте мы хотим быть спокойным, как сказать? Спокойным. Спокойным. Хотим быть умиленым, но на ночь Майсалка. Как Емельяненко. Всегда. Вот, как Федор, у Федора Руссу. Это наш, как сказать, пример. Человек, который мы следим за этим. Это настоящая модель для этого. Именно для... Он может быть иконой этого вида спорта вообще, да? Упера. Это как звук, да? Упера, как можно. Да, я sempre, я, я, я всегда треяну, когда я тренал, в Бразилию на баль progressивllen в академии до Минотаура, да? Ааа. И он все время смотрел бой, и все бои Минотару, и даже в прайде, в UFC, и поэтому он все время смотрел Федор как самый лючий от всего беремена. Очень уважаемый. Конор просто не знаю, знал он это или не знал. Люди с Востока, вот с Дагестана, они могут простить тебе там многое, но когда ты начинаешь оскорблять родителей, семью, это некрасиво вообще в принципе. А на Востоке за это вообще убивали. Поэтому он не шелико отделался. Это очень плохо для спорт вообще, для детей, которые смотрят телевидение. И это виноват Конор, конечно, Конор виноват. Давайте поговорим, вот насколько мы все знаем, American Top Team, они приверженцы научного подхода к тренингу. Вот насколько он почувствовал до того, как он тренировался, к примеру, в Бразилии, и когда он стал тренироваться в American Top Team, насколько разница в подходе, в грамотности, как изменилась вообще его тренировка? Да, хорошо. Конор, вот, проще. То есть, что ты тренировался в Бразили, так лучше, но это переводили только к тренировке. на американском топ-team. Но это было довольно сложно, в начале, в первые годы, и потом я приехал в ТАКА и я был очень хорош. Но когда я я устроил, я устроился очень много по-другому тренера, потому что там diversых тренеров. Я в том же время был желание приехать в Америку, именно в Америку я тоже тренировался. В начале карьеры это сложно, потому что в день нет возможности, но как он начал увеличивать свой уровень, он приехал сюда, и у него уже был хороший уровень, но когда он приехал сюда, сразу увеличил очень сильно, потому что тренерами, которые работают там, все мои друзья, это Макарон, я говорю номер из наших amigos, Дусяна Макарон, наш друг, Эвертон, мой друг с автором, в моих книгах, как и Физика, физическая подготовка, Мастер Котел Кубис, Пахумпа, и Кона, Head Coach, и все, все друзья, они очень хорошие уровни, много опыта, поэтому человек получил этот уровень. Стефан, ну расскажи ты тогда, вот многие не понимают, особенно мы выпустили новый ролик, и на этом может расскажет свой опыт, в чем отличается, к примеру, развитие мощности удара, силы удара и скорости удара. Насколько я понимаю, это совершенно три разных умения, которые нужно отдельно тренировать, отдельно развивать. Наши последние видео, люди смотрели и не совсем не поняли, когда мы работаем на силу, надо понимать, что мы хотим увеличить мышцы, мышцы, мышцы становятся либо сильными, либо побольше, да, обычно такой подход. Либо гипертрофировать мышцы, да, либо чтобы они стали сильнее. Да, и то, и другое. И можно, и даже новые статьи, которые я буду вставлять в татам, и потом сделаем маленькие переводчики там в Инстаграм, или канал, и буду об этом говорить. Но теперь надо знать, что, когда вес увеличиваем, и скорость падает. Вес штанги. Вес штанги, вес тренажера, вес сопротивления. Когда вес сопротивления увеличивает, скорость падает. Это неплохо, нехорошо, но надо знать, для чего. Для чего мы это сделаем? Мы сделаем, чтобы увеличивать силу. Тогда мы можем, как вспомнить наш периодизации, мы говорили об разных мезоциклах. Можно сказать, что мы сделаем силовой мезоцикл, тогда вес будет побольше, но скорость поменьше. И увеличиваем силу спортсмена. Мощность тогда. А теперь мы сделаем, допустим, четыре недели будет оптимально. Как сам спортсмен сказал. Два месяца только было между один бойкой и другой. Это означает, что сначала, первый, предсезон, мы работаем на силу. Допустим, четыре недели, шесть недели. Сближаем к соревнованиям, можно метод цикл четыре недели на мощность. И тогда, что делаем на мощность? Вес должен быть поменьше, но зачем? Скорость побольше. Это сделаем примерно, как мы показывали в упражнении. Если у тебя есть какой-то прибор, который смиряет мощность, как Kaiser Equipment, который мы показали, это будет очень супер, очень точно. Если у вас нет, помнишь, в предыдущем видео мы сделали с апп, который снимает, и можно толчок, ревок, все это упражнение. Это для телефона. С телефоном, с апп. Потом он поставил ссылку, чтобы не смотрели такое-то видео, надо смотреть, чтобы он понимает. И бесплатно поставил апп, снимает, и можно смирять мощность. А после этого четыре, не больше, шесть недель, и сделаем тогда уже на скорость. На скорость это будет вес очень низкий, но тогда самый быстрый. И люди задавались вопросом, если нет таких тренажеров. Друзья, поверьте, и в Америке тоже, не во всех залах такие тренажеры. Работайте с резиной, можно работать в кроссовере с различными тренажерами. Находите для себя способы, как это делать. Just a moment. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия FAK Fitness. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенькой за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. В общем мы поняли, чтобы развить силу, это просто нужно становиться сильнее и увеличивать свои мышцы, гипертрофировать их. Чтобы развивать мощность, мы понижаем вес штанги, либо тренажера, в общем сопротивление. И работаем на большую скорость, но сохраняя при этом какое-то определенное отягощение. Какова разница, вот будет вопрос, между весом на гипертрофию и на мощность. Вот, могу даже сказать, если на гипертрофию у вас обычно идет в районе 70% до 80-85% обычно. Для максимальной силы выше 85% и больше на максимальную силу. Когда уже на мощность, мы хотим примерно от 30% до 50-60%, не очень большой. И когда на скорость, надо будет меньше 30%. Меньше 30%. Меньше 30%, если нет, получать очень медленно движение. Это обычная ошибка, которую мы видим в сети на ютубе. И в видео люди тренируются, поставят много вес, и я работаю на скорость. Не, это вообще на силу. Никакой скорость не увеличивается. Хорошо, тогда следующий вопрос, который очень часто задают. Расскажи по всем этим трём тренировкам повторение, подходы и отдых между подходами. Окей. Если мы говорим на силу, это стандартно, да? На силу стандартно, вес большой, отдых должен быть побольше. Примерно 3-5 минут, это в принципе нормально. И где-то 8-10 повторений, да? Нет, повторений поменьше. Поменьше. Когда это примерно так. Если ты 100% вес поставишь, ты получаешь только один повтор. Максимум. Максимум. Если ты 2 повторения сделаешь, это получаешь 90-50%. Если я сделаю 4 повторения, это примерно 90% от максимума. Примерно 5% каждые 2 повторения. Если мы получаем, если мы сказали раньше, что было 85%, это означает, что не должно быть больше 6 повторений. Если человек делает больше 6 повторений, это означает, что вес не 80% от максимума. Это просто наоборот. Независимо от того, какое количество волокон мышечных преобладает. Независимо. В общем, если вы делаете 7-8 повторений, значит, вы работаете с меньшим весом, чем нужно. Да. И даже в моем книге есть, и разные книги есть, и это уже доказано. Отлично. В России, когда 100% один повтор, 2 повторений примерно 95-50. Когда 4, это 90% от максимума. Когда 85, это 6 повторений. Это означает, что если ты поставил вес, можно делать 8-10 повторений, это означает, что твой вес неправильный. Хорошо. Тогда переходим к мощности. Получается, мощность нужно тренировать ниже 70%, где-то 50-60, да? Да. Но затем мощность. Мы хотим, поэтому мы хотим определить. Это каждый прибор, это самый лучший, самый точный. Ап, который мы показали, это есть возможность. Потому что ты должен следить и снимать, чтобы ты именно знал. Потому что я могу думать и чувствовать, что я сделала мощность. Но затем, когда смиряем, как мы сделали… Падает. Мощность падает. Либо за утомление, либо за нежелание, психическое утомление, центральная нервная система. Либо за счет закисления мышцы. Много факторов здесь. Поэтому, когда работаем на мощность, вес поменьше. Но затем надо быстро сделать. И подхода не надо много. Не больше пяти. Не больше пяти. И это означает, что не до отказа. Когда на мощность работаем, мы хотим до отказа. Потому что утомление будет сильное. Следующий подход – человек будет падать в мощность. Это тоже ошибка, которую люди делают. Сколько подходов и повторений? И отдых между подходами? Начинаем от три подхода, пять повторений – это нормально. Если есть упражнения, которые очень тяжелые, например, как толчок, ревок. Можно просто один повторений, два повторений, отдых сделать. Примерно три минуты. До пяти еще раз. Но несколько подходов. Тогда объем тоже не будет. А на силу тоже три-пять подходов? На силу мы хотим в такой-то район. От два-четыре не больше шести. Не больше шести. Хорошо. Хорошо. Тогда переходим к скорости. Мы понимаем, что вес, как ты уже сделал, 30%. Да. Меньше. Меньше. 30 и меньше. И сколько подходов, повторений и отдых? А тогда уже на скорость – это зависит от человека. Можно иногда очень много повторений. Допустим, 10, 15, 6 секунд. Когда ты делаешь репетиции с эластикой, ты обычно делаешь 15 секунд. Сколько ты делаешь? Допустим. Допустим. Я делаю 20 секунд. Допустим, 30 секунд. Допустим. 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 Ну, на этом работаю. Если сделать на скорость. Потому что надо вспоминать, что в микс файд это силовая выносливость очень, очень важна. И тогда он хочет быть мощность, но затем показать выносливость. Поэтому работаю иногда 10 ударов со всеми быстрыми. на самом деле Это очень много, но очень много. О, который мне помогло? В интервале, вы всегда даете много. Даете 3 минуты. Когда ты в тени элажико? Да. Когда ты в тени элажико. А, да, да, да. Я не даю интервале, я дам 1 минута, 1 минута и мая. И тогда вы на другом, да? В этом же время я делаю 4-4 серии, и я делаю 3 минуты в интервале. Когда сближается к бой, тогда он коротко восстанавливает, потому что уже хочет посмотреть, что он готов или нет. А в Междудоне? В Междудоне побольше, тогда 3 минуты. На скорость самое главное, чтобы техника была, если техника начинает мешать, то надо прекрасно. Just moment. Вернемся тогда к вопросу о наличии того или иного оборудования. Я уверен, что у 99% людей, которые смотрят, которые ребята тренируются где-нибудь в городах, не в крупных центрах, работают, где нет вообще ничего, кроме кроссоверов, резин. И вот на примере Нейтана, расскажите, наверняка он тоже тренировался, где нет такого оборудования. Мы все-таки это показывали с тобой в высшей школе спортивного мастерства. Как выходить из этого положения? Как Нейтан выходил из этого положения? Я д loafу obser Кто та инитора волосы в реф principle деньги. А его kana dann, спрашивая то, что мыeste мы можемinstым на 내일�동 от каждого центра constructorа. Я занимался специально на подготовке, как мы сделали наш друзья, Мастер Катер и Макарон, и они много работали с резинами. Тогда не надо очень технология, не надо очень дорогие приборы. Чисто резины на животе, они сдержали один на лапу, либо как спарринг, и он пытался двигаться и сближать к сопернику. Почему? Потому что расчеты очень опасные, очень хорошие спортсмены, наш друг тоже, мы уважаем его. Но был бой, поэтому он должен быть сближаться к нему, потому что все бросков, которые он делает от дзюдо, лучше было, если он на близком расстоянии. Поэтому резина выклинировала и сразу сопротивление, и все время, чтобы сближать. Только корпус или руки тоже работали с резиной? И также используют элажико на сопернике, не? Да, также используются на сопернике. Я использую больше на подготовке, чем на спецификах. И тогда, два момента, когда он поставил резина в корпус, он уже именно для кикбокса, для подготовки специфических, для миксфайд, чтобы уже стратегия помогать. А когда уже, чтобы увеличить силу, либо колено, либо удар ногой, либо удар рукой, тогда уже на физической подготовке уже с резиной тоже тренировать. Поэтому отдельно надо, надо все время, мы уже и сказали, это надо отдельно тренировать физический подготовку и технический подготовку. Вместе это получается не очень хорошо. Вопрос только такой, к Найтану и к тебе, Стефан. Именно вот на практике есть у нас межсезонье и есть время подготовки непосредственно к турниру. Каков процент работы с железом, скажем, со штангой, с отягощением в межсезонье и меняется ли он, становится ли его меньше? Чего больше, в какой подготовке? Ведь мы должны развивать, как ты говоришь, и силу и мощность, оставаясь при этом скоростным. Как вы хотите развивать, ребята? А. 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 Он хотел сказать, что теперь, как у него межсезона, как сказали, закончил бой, он работает больше с весами, с гантелями, с тренажерами, чтобы становиться сильными. Поэтому внимание мы должны удалять на увеличение силовых возможностей спортсмена после этого сезона, межсезона. Чем ближе к сезону, тем меньше железы, больше уже. И когда вы Suzке прибываете, тогда увеличиваете練習? Я касаю шт maintaining дискарiew salud trust. Не очень, а с continuous inte架, но это vowels. Сегодня ситуация его легкости проблемы, которые пришли сюда, что происходит в нижней Фитигенности unter первых. И используют либо специальные тринажеры, либо уже резиновые, и тогда уже начинают сближаться, а меньше уже чистой железы. А какие упражнения тогда в межсезонье преимущественно делают? Делают ли ребята приседания, остановы и тяги, жимы лёжа, подтягивания? Вы же, когда выходите из-на, логите ноги. Я делаю больше огня, свободно, сопина, deadlift, лифт, левт. Я люблю более power clean. У нас в Бразилия, как идет, CrossFit, увеличивается. Мне нравятся толчки, ревок, дед лифт, становая тяга, приседания, приседания, жемлежа, базовые упражнения. Значит, мы сейчас должны ответить на очень главный вопрос, потому что в мире, Стефан, знаешь, до сих пор существует миф, что железо, штанги, гантели закрепощают, и нельзя с этим работать. Что ты на это скажешь? Это вообще… Не обсуждается, да? Да, не обсуждается, не надо. Конечно, нам должен работать с железом, надо просто узнать, когда. Понимаете? Если приезжается к бой, это уже неспецифически, тогда уже нет времени. А что получается? Люди, которые не разбираются с передзанцией, они не знают, когда поставили железо, когда с этим работают. И тогда может не мешать, потому что человек будет утомляем. А если мы тренируемся два-три месяца и сделаем базу, человек становится сильным, тогда близко к бою можно убрать просто на поддержание раз в неделю, например, и более специфическую работу сделать. Натан живет около Майанде. О, где ты? О, где ты делаешь? Я живу в форт Лодерди. В отчестве к форту Лодерди и тренировку в форт Лодердей. Форт Лодердей. Да, форт Лодердей. Форт Лодердей. Сморчик, это форт Лодердей. Да, да. Естественно, это уже не допустим. И теперь утренируемся к малышам, это Главный клуб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Точнее, чем повторяется в Тридцат первого дня, которым была тридцат resolveна ССМА приехал, и они там, тоже тоже. И они приехали. И ребенок, вот так? И у ребенок не есть. Только не есть. Но нет, нет. У нас есть. Будду живучи, который сейчас сейчас покажет. Да, как всегда. Ты gotATION когда, какого времени? Я уже давно было заказан, а что было? Хорошо. Я уже 5 лет и вместе с женой, я уже 8 лет. Какие спортивные планы, какой ближайший бой, к чему будет готовиться? В будущем, какой план? Я уже готовился, я подпишу контракт на новый турнир. Они рачат, потому что он чемпион, рачат, чтобы новый турнир, и будет еще пиад, байлов, может быть шест, да, 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 и еще... Защита титула? И это будет в «Дефеса» до «Центурал»? Нет, в этом случае я был campeон в турнире 2018. Ах, это твой? Да, это твой. А теперь я вернусь, и я вернусь в новый турнир. Я вернусь в новую 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 турнир. Я вернусь в 2018 год. В 2018 году? Да. И это его. Больше не уйдет. Не уйдет? Это стой. А теперь, что они хотят сделать? Новый турнир. Тогда все снова. Никиту фаворит, Никиту. Все с нуля. Все с нуля. С большими деньгами. Очень высокий уровень спортсменов. Замы и наслаждается в подготовке? Советовая турнир в течение 5-30. номалии-то. 12 атлетики? 12? 12? 12, неом. 12. 12. 12, 12. 12? 12. 12. 12. 12. 12. 12. турнир и поэтому будет все новый высокий уровень для этого года. Он хочет вступать еще в турнир и после этого посмотрим как получится. Может мы приедем с тобой в Лотурдилл, как-нибудь снимем тренировку? Да, планируем тогда я сегодня. Я раньше был 8 лет там и все мои друзья еще тренируются Мастер Котео, Мака Хэлф, Эвертон, Конан, Паумпо, все наши ребята, друзья и много там русских и друг у меня было. С Дагестана ребята тренируются. С Дагестана и русских и все. Поэтому планируем. Ну что друзья ставьте лайки. Если будут ваши лайки, будут комментарии, то мы обязательно с Стефаном съездим в гости к Нэтану в Форт Лоттердилл и снимем тренировку в живую, как все это происходит. Большое спасибо Нэтану. Желаем ему успехов и в личной жизни, и в спортивной. Много побед. Стефан, тебе огромное спасибо. Надеюсь мы еще все с вами увидимся. Всем пока, друзья. Партнер сегодняшнего выпуска Animal Northrop. Лучшая гармошка, друзья, которую вы можете себе позволить. По промокоду, который вы видите сейчас на экране, вы получите скидку на сайте Animal Northrop.